Их умственным способностям могут позавидовать даже взрослые. А все потому, что юные бейчане всерьез увлекаются наукой. Усвоив теорию, они применяют ее на практике. Свои достижения ребята представили на региональном отборочном этапе детского научного конкурса Андрея Мельниченко. Он проходит уже третий год. Главная задача фонда – выявить одаренных детей, раскрыть и развить их таланты. У нас очень хороший был проект, теоретический инженерный проект. У шестиклассника, когда он попытался проработать возможную схему повышения КПД установок для генерации электричества. Так, чтобы, например, бийская ТЭЦ стала работать более эффективно. И, соответственно, чтобы снижалась себестоимость электричества. Проекты бийских учеников серьезные и разнообразные. Они представлены в области физики, инженерии, а также информационных и биотехнологий. Всего было заявлено 14 работ. Это мой проект – мобильный комплекс измерения радиационного фона. Предполагается передающую часть устройства крепить на всех видах транспорта, а принимающую, например, в Федеральной службе безопасности. То есть, например, когда террористы попытаются провести какую-либо радиоактивную бомбу, ядерную или любой другой радиоактивный предмет, устройство это засечет и передаст сигнал на принимающие устройства. Жюри было непросто выделить самые лучшие проекты достойных работ очень много. Например, многих впечатлила подготовка пятиклассницы Софьи Леготкиной. Наукой она интересуется с тех пор, как пошла в школу. Я увлекаюсь наукой с первого класса. Мне это очень нравится. Я обнаружила красящие вещества бетанины, бетоксантины и беталоины. Мы определили антиоксидантную активность свеклы, то есть, насколько свекла хорошо выводит вредные вещества из нашего организма. Моя мечта – это выучиться на врача или на биотехнолога. Для дальнейшего участия в финале Всероссийского конкурса, который пройдет 25 января в Москве, на рассмотрение отправят семь проектов от БИЧАН. У школьников есть время, чтобы доработать свои идеи и представить их на высшем уровне. Алена Кисеева, Андрей Сегаев, Будни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова